Я сейчас скажу вам крамольную вещь. Не было Куликовской битвы. По крайней мере, такие предположения имеют место быть. Разобраться в этих предположениях мне поможет Андрей Синельников, геолог, писатель, историк масонства, исследователь исторических загадок. Андрей Зиновьевич, мое почтение. Добрый день. Для начала, самая короткая версия вашей Куликовской битвы была или нет? Ну, совершенно правильно говорить, что существует такая версия, что ее вообще в принципе не было. Я считаю, что Куликовская битва была, только необходимо уточнить, в каком месте она была, ради чего она была и вообще, что под этим стоит подразумевать. Если позвольте, на этот счет мы опросили несколько экспертов и взгляды у них также разнятся. Вот что говорит один из них, доктор исторических наук, научный сотрудник РАН Владимир Лавров. Куликовская битва, безусловно, была и была на Куликовом поле. Версию, что она была в другом месте, запустил Фоменко, который профессиональным историком вообще не является. Это абсолютная ерунда, абсолютная ненаучная фантастика. Всегда в какие-то сложные, переломные времена, а сейчас переломное время перехода от социализма к буржуазному строю, вот всегда появляются люди, которые мутят воду, которые фальсифицируют историю, которые на этом зарабатывают большие деньги, потому что скандал, сенсация – это деньги. Причем Фоменко был неоднократно приглашен для дискуссии в Институт российской истории. Мы ему предлагали дискутировать открыто, под запись, под трансляцию. Он ни на что не решился, испугался, струсил. Почему вообще возникли разногласия по поводу того, что Куликовской битвы не было? Ну, вы понимаете, у нас некая такая идет зачистка истории нашей, российской, притом идет целенаправленно и жестко. От того, что мы вообще не имеем неких своих исторических вех, не было Куликовской битвы, не было Бородинского сражения, не было Чудского… Ледового побоища. Ледового побоища на Чудском озере. Всего это не было. Это одна точка зрения. Вторая, даже что если было, то это было все не так, мы вообще ничего не помним, мы Ивано-Родства не помнящие. Была Куликовская битва, и на этом месте даже памятничка не поставили. Там, под Тулой. То есть вот такие мы плохие и нехорошие. Это, я говорю, это целенаправленная зачистка нашей истории. Кто не имеет прошлого, тот не будет иметь будущего. А с чего вы это взяли? Ну, как это известно и истина, что сначала у народа убивают его историческую память, потом народ заставляют каяться вообще в том, что он существует, а потом об него начинают вытирать ноги. Вы вынуждаете меня спросить, кому это нужно. Ну, есть такое понятие, так, мировая закулиса, как модно сейчас говорить. Некое такое конспирологическое понятие, что существует некое мировое правительство, которое... Тайное. Тайное, конечно же, тайное, потому что его же никто не находит нигде. Это как черная кошка в черной комнате, в темной комнате. Ее невозможно увидеть. Также и мировое правительство. Вот существует такая конспирологическая вещь, что это выгодно мировому правительству. На самом деле, моя точка зрения, что никакого мирового правительства нет, и никто никогда в жизни за один стол не сядет для того, чтобы управлять миром, потому что каждый имеет свой интерес, а вот то, что это выгодно, скажем так, в идеологической войне, то это выгодно нашим идеологическим противникам. Но вы поймите, если мы будем даже говорить о великой стране Америка, то страна, которая имеет 200 лет за плечами всего лишь навсего, которая произошла от сборища высланных туда убийц и разбойников, ей никак нельзя сравниваться со страной, имеющей тысячелетнюю историю и великую историю. Поэтому для этого она должна эту страну чисто идеологически уничтожить. Предлагаю послушать, что думает на этот счет лауреат конкурса «Учитель года», член общественной палаты, заместитель председателя комиссии по вопросам дошкольного, общего и дополнительного образования Андрей Лукутин. Если брать исключительно факт этого события, 8 сентября 1380 года, то в летописях у нас написано очень мало. Далее уже по различным источникам встречают, где, когда, чего и почему. Куликовская битва – это довольно-таки серьезное событие в истории взаимоотношений Орды и Руси, но там, конечно, нужно смотреть разные интерпретации причин хода событий и значения и итогов. Подходы к освещению данного, вот это очень интересно посмотреть. Почему Дмитрий Иванович Донской, ну, к примеру, почему там первым, кто поздравил Дмитрия Ивановича Донского, был хан Кахтамыш. Вот это интересно. Почему Русь не перестала платить дань. Вот это интересно. Почему ровно через два года Дмитрий Иванович Донской, победитель на поле Куликовом, уехал из Москвы, оставив Москву, и оставил на разграбление хана Кахтамыша. И пять тысяч было вырезано москвичей. Вот это интересно. Почему только через сто лет пала Ордынская ига. Вот здесь интересно покопать. А было это, не было это, ну, где это было и так далее. Ну, можно, конечно, покопать. Но об этом много исследований. Андрей Зиновьевич, а как вообще появилась версия, что битва была именно под Тулой, на Куликовом поле? Ведь много версий было по этому поводу. В середине 19 века бывший декабрист Нечаев, который был сослан в свое имение под Тулой, вдруг обнаружил у себя под Тулой остатки Куликовской битвы. И он это дело очень хорошо разрекламировал, выражаясь современным языком. И на рекламе этой Куликовской битвы, в принципе, получил прощение от государя и вернулся обратно в Москву. Вот с этого момента Куликовская битва стала опять, значит, очень популярна. А до этого это был, скажем так, незаслуженно забытый, небольшой исторический эпизод в истории нашей страны. А кто с кем сражался на самом деле? Вот, это первое. Второе, значит, то, что хан Мамай, да, он был хан Мамай, но почему-то все ставят на этом точку, а на этом надо ставить запятую. Хан Мамай – князь крымский. Он был князь крымский. Ровно так же, как князь Владимирский был Дмитрий Донской, Мамай был князь крымский. И хан Мамай. Хан – это чисто воинское звание. Человек, отмобилизованный на воинскую службу, получал звание хана на тот период, пока он был по мобилизации служил. Мамай был князем крымским, притом он и подписывался к князь крымских во многих документах, и был им достаточно долгий период. Тогда получается, что великий князь Владимирский воевал против князя крымского на Куликовом пуле. Андрей Зиновьевич, многое мы уже с вами обсудили, и теперь я хочу понять, на каких источниках основана вся история и информация о Куликовской битве? Источников о Куликовской битве всего два. Это Задонщина и сказание о Мамайе в Мампобовище. А сказание, так называемое, вышло юбилейное. Оно вышло практически к 200-летию Куликовской битвы. А Задонщина, она очень коротенькая, некая такая песня, ну, легендарная. Вот всего два источника. Притом эти два источника трактуются очень смешно, хотя бы в том же самом сказании сказано. И мы все это знаем, что Дмитрий Донской выезжал на Куликовскую битву из Кремля через трое ворот. Спасские, Константина и Ленинский и Никольский. Но дело в том, что ни Спасских, ни Константина и Ленинских, ни Никольских ворот в то время в Кремле быть не могло. Спасские ворота до этого назывались Фроловскими, Константина и Ленинские, Тимофеевскими. А Никольские вообще, Никольским им называться не могли, потому что Никольской улицы тогда не было. Отсюда мы видим, что мы, в общем-то, пользуемся неким таким литературным источником, литературным источником обработки 200-летней давности после Куликовской битвы. Отсюда все нестыковки, все несуразицы, которые у нас лезут исторически о Куликовской битве. Хотя, с моей точки зрения, эта битва не просто незаслуженно забыта. Мы вычеркнули из своей истории гениальную битву. Как по стратегии, как по тактике, как по исполнению, как по подготовке, так и по выигрышу этой битвы. Это нагло выше всех битв при Крессии, всех Грионвольдских битв и всех вообще битв, которые происходили в том средневековье, которое мы можем охватить взгляд. Андрей Зинович, ну вы так красиво об этом рассказываете, тогда давайте уж поподробнее расскажите. Ну, во-первых, давайте поймем, между кем и кем это была битва, если уж на то пошла. Ну, из истории мы знаем, что между Дмитрием, еще пока не Донским, и между ханом Мамаем. Ханом Мамаем. Значит, хан Мамай. Князь Крымский, как вы сказали. Князь Крымский и хан Мамай, значит, это воинское звание, хан Мамай. То есть он был профессиональным военачальником в данный момент, находящимся на воинской службе, имеющий под собой воинский контингент профессионального спецназа. Так вот назовем. В альтернативу ему был Дмитрий Донской, будущий князь. Князь – это гражданский управитель, у которого под началом было городское ополчение, милиционер. И мы в данной битве видим впервые воинскую встречу городского ополчения милиционеров с профессиональной воинской кастой, в которой городское ополчение победило. Это настолько сломало все государственное устройство не только Руси, а всего мира, что, можно сказать, заслуга этой битвы просто неоценима. Второе, что она стратегически исполнена была воеводой Боброком, потому что Дмитрию Донскому было 18 лет, мы все время это забываем. То есть он был вообще пацан. А брату его, Владимиру Храбровому, 25, тоже ничего. А Боброк был единственный военачальник, 40-летний. Она выстроена стратегически так, я говорю, как, ну, просто невозможно выстроить битву. Там Ганнибал со своими канами отдыхает по сравнению с этим. Она выстроена так, чтобы ополченцы разгромили профессиональную воинскую касту практически под ноль. Мы сейчас говорим о том, что битва была построена тактически крайне грамотно, но нет никаких точностей насчет места, на котором произошла сама битва. Что вы можете сказать по этому поводу? Значит, я долго занимался именно местонахождением Куликовской битвы. Я поддерживаю здесь, что Куликовская битва была на территории Москвы, нигде никак не под Тулой. Совершенно точно я могу, скажем, с точностью до десятков метров сказать, где она была, как стояли войска, кто был в этих войсках и так далее, и так далее, как проходила эта битва. Я говорю, с точностью до десятков метров. И подтверждается это не моими голословными умозрениями, а подтверждается это, скажем так, фактическими артефактами. Что значит интересно? Интересно то, что каждый, скажем, не воин, а каждое воинское соединение имело свое святого покровителя. Победивши каждому этого святому покровителю, воины, скинувшись, как говорится, в одну общую котел, ставили памятный знак. Памятный знак – это была церковь. И вот там, где мы сейчас на Москве посмотрим, как стоят церкви, мы можем с точностью, я говорю, до десятков метров отрисовать, какие полки где стояли и как происходила данная битва. Но это совершенно, просто на карте отражается совершенно моментально. Я не знаю, почему никто этим не занимался. Так где конкретно произошла Куликовская битва? Значит, мы знаем, что Мамай стоял на Красном холме, и в Москве это совершенно известно, у нас Краснохомский мост есть. То есть это Таганка, Таганский холм знаменитый. А напротив его, через речку, стоял Дмитрий Донской, напротив его – это так называемый Лубянский холм. Лобнинский холм. Голгоф, значит, переводим на русский язык. Вот там стоял этот. И очень четко отрисовывается основной лагерь Дмитрия Ивановского. Как мы знаем, Дмитрий Донской перед Куликовской битвой от донских казаков получил список с иконы Владимирской Божьей Матери, которая потом была названа Донская Божья Матерь. И поэтому он получил прозвище Дмитрий Донской? Да, да. То есть дон тут ни при чем? Дон тут ни при чем. Кстати, дон, если вы приедете туда, на Куликовскую битву, вы пешком перейдете, не замочив штанов. Ну, все-таки 635 лет. 635 лет, если бы он усох, то у него было бы русло глубокое. А там берег пологий. Я туда ездил, специально смотрел. И сам этот дон переходил пешком. А он, если вы помните по истории, переплывал речку на кораблях и еще говорил, сзади нас река должна быть, чтобы мы отступать не хотели. Если река по колено, то они все равно бы отступили. Тем более конные. Теперь смотрите, казаки две иконы принесли Дмитрию Донскому. Икону Донской Божьей Матери и икону Гребневской Божьей Матери. Вторая. Так вот, икону Гребневской Божьей Матери Дмитрий Донской оставил в рядах казаков, как их защитницу. Если вы приедете на Лубянку, то вы увидите, что раньше там стояло две церкви. Владимирской Божьей Матери и Гребневской Божьей Матери. И мы совершенно четко можем сказать, там, где стояла центральная часть войск, под иконой Владимирской Божьей Матери, они построили в честь своей защитницы церковь Владимирской Божьей Матери, а там, где впереди стояли казаки под своей защитницей, они построили церковь Гребневской Божьей Матери. Это настолько закономерно, что я просто удивляюсь, почему этого не видели раньше. Казаки тоже участвовали в битве? Донские казаки, которые пришли к Дмитрию Донскому, они участвовали в битве и были как раз перед передовым полком стояли. Ну, хорошо, Андрей Зиновьевич. Ну, я не могу сказать, что я целиком верю во все то, что вы говорите. Я вам абсолютно честно признаюсь в этом, да? Ну, может быть, просто потому, что я хочу верить в официальную версию. Но, тем не менее, все, что вы рассказываете, весьма интересно. Интересно. Андрей Зиновьевич, скажите, пожалуйста, а почему не было найдено, скажем так, никаких прямых доказательств этой битвы? Я сейчас говорю об неких исторических артефактах. Ну, я уже не говорю про трупы, останки воинов, плюс все-таки оружие, ну и так далее. То есть, никаких деталей, никаких подробностей, за которые можно было бы зацепиться, найдено не было, насколько я знаю. Так, где искать? Конечно, если по Тулу искать, то там, кроме кремневого пистолета, который, как я смеюсь, принадлежал по всей видимости, мамаю. Вот. Хотя в то время вообще не было кремневого оружия. Там ничего не найдено и не было. А вот если смотреть здесь, то, во-первых, мы сразу же, в нынешнее время, можем прийти к метро «Китай-город» и увидеть церковь всех святых на кулишках, на стенке которой прибита табличка до сих пор, в которой написано, что данная церковь построена в честь героев, Куликовской битвы, и в данной церкви было захоронение героев Куликовской битвы. Она до сих пор и есть в подвалах этой церкви. Мало того, у нас второе захоронение героя Куликовской битвы здесь, в Москве. Это в Симоновом монастыре. И там же могила Остабия Пересвета. И третье захоронение в Андрониковском монастыре героев Куликовской битвы. Вы предлагаете мне поверить, как рассказывают историки, что в Тульской губернии складывали на телеги трупы, заливали их медом, как они говорят, и везли 400 верст в Москву хоронить. Вот позвольте мне в это не поверить. Ну, конечно, это, собственно, ваше право. Мне кажется, что нужно послушать мнение господина Гутнова. Это доктор исторических наук, преподаватель истории факультета журналистики МГУ. Кое-что было найдено, и даже там на Куликовском поле есть какой-то музей, в котором это все представлено, что там найдено. Но то, что там ничего не найдено, это еще ни о чем не говорит. Дело в том, что свойства почв разные, и, соответственно, разные предметы в этих почвах сохраняются по-разному. Например, в Новгороде найдены берестяные грамоты, а в других местах страны их нет, или, точнее, их найдено гораздо меньше, по той причине, что почвы в Новгороде такие, что там сохраняется дерево, а в других местах нет. То же самое можно сказать про железо и про другие артефакты. Андрей Зинович, скажите, пожалуйста, по поводу битвы Челубей и Пересвета очень хочется поговорить. У меня вот какой вопрос. Обычно была такая процедура перед битвами, мы это знаем, что два сильнейших воина с одной и с другой стороны выходили, сражались, чтобы избежать кровопролития. И кто побеждал, собственно, тому войску победа и была отдана. Ну, вы знаете про эту процедуру, да? Во время Кульковской битвы, перед началом, сошлись два сильнейших воина – Челубей и Пересвет. Ну, есть версия о том, что победил Пересвет, потому что он просто больше усидел на коне, хотя они погибли оба. Так почему же все-таки победа не была отдана русским? Ну, во-первых, вы очень правильно подчеркнули, погибли оба, поэтому каждая сторона посчитала, что Божий суд не присудил победы никому и отдал ее на то, чтобы каждая сторона уже в бою подтвердила свою победу. Но ведь Челубей упал с коня, а Пересвет усидел. Дело в том, что по правилам поединка нет победителя того, кто упал с коня, а кто не упал с коня. Этого просто правила в поединку у нас никто не знает. Правила поединка тот победил, кто остался жив. А в данном случае это ничья. Опять же, Божий суд никому не присудил победы. Это первое. Во-вторых, если говорить о Пересвете, никто не может объяснить, как это вдруг некий немощный старец, как нам говорят. И вдруг... Вы имеете в виду, что Пересвет был монахом, да? Да, монахом. Так вот, мы ровно так же в историческом, как говорится, поле жили, как и весь мир якобы цивилизованный. То есть те же самые военно-монашеские ордена были и у нас. И Пересвет и Аслябя были военными монахами, то есть тефтонами, тамплиерами, госпитальерами. Это был военно-монашеский орден. Аслябя – это другой воин, тоже русский воин, и очень сильный, насколько я знаю, да? Да. То есть это были профессиональные воины, и они пришли не одни. Если читать внимательно материалы, то Сергий Радонежский, который в то время был духовником Дмитрия Донского, дал ему на Куликовскую битву целое подразделение боевых монахов, скажем так, рыцарей монахов. И просто Пересвет и Аслябя были из них самыми мощными. О том, что они монахи, все помнят, но как-то не увязывается то, что у таких замечательных монахов были сыновья взрослых. И сыновья били с ними вместе во время Куликовской битвы. И погиб один из них. То есть он с монашеством никак не увязывается. Ну да, сложно представить себе монаха, бьющимся, собственно, с одним из величайших воинов Орды. Челубей – это тоже не имя. Вот то, что я хотел подчеркнуть. Челубей – это звание, которое соответствует званию «мастер». То есть это звание. А вообще-то он был «железный». Имя его было «железный». Вот. Ну, это тоже, наверное, как титул. То есть «железный мастер», скажем так. Его титул был. Он был, скажем так, руководителем и воспитателем специального отряда «Боаз», который назывался. И отряд «Боаз» – это был такой спецназ у хана Мамая. То есть это был действительно профессиональный воин. И говорить о том, что, да, как нам говорят, осененный крестом, с поддержкой Господа, «Пересвет» его смог победить. Я на стороне, конечно, мистических сил. Но не на такой степени. Уточните просто, кто сильнее, по вашему мнению? По моему, так скажем, умозаключению, они были равны друг другу. Равны друг другу. То есть просто преувеличен тот факт, что «Пересвет» был монахом, да? Он, я говорю, он был воином-монахом, он был рыцарем-монахом, скажем так. Это было тогда в порядке вещей в Средневековье. По поводу этого поединка у нас есть другое, очень интересное мнение. Говорит доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков. Например, он считает, что битва между Пересветом и Челубеем на самом деле вовсе народный вымысел. Дело в том, что о Куликовской битве известно только из одной летописи, псковской, и то там две строчки. Народная фантазия все расцвечивает, украшает, водит героев. Это закономерно. Потом уже спустя лет 200-300 появлялись сказания о сражении и прочем, и там вот это все описывалось. Но первоначально, я говорю, минимальная информация – две строчки. Андрей Зиновьевич, а вот что касается того факта, что Челубей якобы был лучше подготовлен к поединку. Насколько я знаю, у него даже копье было гораздо длиннее, и Пересвет не мог его никоим образом вообще даже поразить своим копьем. Оно было едва ли не в два раза короче, чем у Челубея. Вы что-нибудь знаете по этому поводу? Мы, опять же, не работаем с материалами. У нас никто не любит работать с материалами, вы извините, конечно. Это были поединщики совершенно другого варианта. Это не были рыцарские копья, и они тогда еще не появились. Про какие копья вы сейчас говорите? Вот такие, как у нас на картинках нарисованы рыцарские копья, которые упирались, и поэтому от длины копья зависело, кто кого проткнет, или кто лучше сидит, или кто лучше держит копье. Это были копья легкие. В то время поединщики дрались на легких копьях, которые можно было кидать, которыми можно было крутить, которыми можно было отражать удар. Поэтому люди, которые, я говорю, не работают с материалом, они считают, что если у Челубея было длиннее копье, то он мог бы стопроцентно с Пересветом справиться. Даже если бы оно было у него в три раза длиннее копье, у того расклада, которое было у них, оно не давало никакого преимущества, потому что Пересвет совершенно спокойно его отбивал своим коротким копьем и наносил встречный удар. И, кстати, надо отдать должное, знаменитая картина, не помню сейчас у художника «Бой Пересвета и Челубея», на нем изображены Пересвета и Челубея с легкими копьями. Человек был в теме. Ну да, она даже, по-моему, в Википедии та самая картина в качестве аватара установлена. Да, да, да. Притом там Пересвет держит копье над головой, когда скачет. Андрей Зиновьевич, уточните, пожалуйста, сколько воинов было с одной и с другой стороны? Это тоже такая... Потому что разногласия есть по этому поводу. Это тоже одна такая из больших легенд, которая основана на мании гигантизма. У нас, если битва, то 200 тысяч с одной стороны, 200 тысяч с другой стороны. Если город, то это на 30 тысяч жителей. Если страна, то она от океана до океана. Мы забываем, что это средневековье. И самая большая, самая многочисленная дружина у государя какой-то страны или какого-то региона насчитывала не больше 500 рыцарей, то есть 500 воинов. И это мы хорошо знаем. Нам сохранились легенды. 300 спартанцев, 300 арагвинцев, дружина 400 человеку, Владимира Красное Солнышко. Это была гигантская армия для того времени. 500 человек профессиональных воинов. На этом месте предлагаю остановиться и послушать комментарии господина Лукутина. Андрея Лукутина. Это лауреат конкурса «Учитель года», член общественной палаты, заместитель председателя комиссии по вопросам дошкольного, общего и дополнительного образования. Чуть ранее он уже давал комментарий. Вот еще один. Ввиду того, что достоверно точно невозможно определить, какое количество было стоить с другой стороны, то, ну знаете, некоторые историки, дабы там преуменьшить значение, говорят о меньшем количестве людей на поле Куликовом. Кто-то о большем количестве. Говорят о составе, что состав был очень неоднороден. Очень неоднороден, особенно с стороны темника Мамая. Там был такой разнородный совершенно состав. Так же, как и в 12-м году, когда говорят «французская армия напала на…» Да, французская, потому что возглавлял император Наполеон. А оно было настолько разноциональным. Поэтому по количеству разницы, возьмите там Гумилева, у него там может запредельные какие-то цифры. Но это, опять же, никоим образом не принижает значение Куликовской битвы. Так поскольку было всего? Я думаю, что было по тысяче где-то воинов. С обеих сторон? С обоих сторон. По тысяче воинов. Ну, не укладывается просто тысяча воинов в такое понятие, как Орда. Я вот про что. Орда в тысячу солдат, учитывая, что городское ополчение насчитывало человек 50, это гигантская армия. Просто гигантская армия. Не было никаких 200 тысяч, и искать 200 тысяч трупов, захоронений здесь, учитывая, что войско Мамая было вырезано практически все во время Куликовской битвы. Ну, найдите мне 200 тысяч могил. Даже не могил, даже если их ворвы сваливали. Найдите мне 200 тысяч. Плюс под каждым конь. Об Орде я хочу сказать. Когда мы говорим, что Орда 100 тысяч человек шла с Чингисханом или с Батыем, мы забываем, что Орда – это конное войско. Конное. Значит, лошадь под всадником, заводная лошадь у него сзади привязана, на которую он пересаживался, и лошадь со снаряжением, три лошади – это значит 300 тысяч лошадей. Скажите мне, если 300 тысяч лошадей где-то может найти траву, чтобы прокормиться, я хочу бы посмотреть это место, где может 300 тысяч лошадей прокормиться. Они бы умерли от голода, все еще по дороге. Ну что ж, ваша версия весьма правдоподобна. Ничего не могу сказать по этому поводу. Андрей Зиновьевич, я не совсем согласен из того, что вы говорите. Другой вопрос, что действительно на месте Куликова поля точно все-таки оно не установлено. Можно поверить вашу версию, о которой вы говорили в начале программы. Можно просто почитать некий материал в интернете. Нигде нет памятника. Во всяком случае, есть какой-то поздний мемориал, который был установлен относительно недавно. Уточните, пожалуйста. Ну да, Воснецов построил там первую церковь на месте канонической Куликовской битвы. Когда это произошло? Под Тулой. Где-то в начале 20 века. Вы утверждаете, что битва на самом деле была в пределах Москвы. Да. Современной. Тогда почему здесь нет нигде памятников Куликовской битвы? Вы знаете, сама Москва – это огромный мемориал, который в честь Куликовской битвы. Сразу после Куликовской битвы, сразу же, в эти годы, были построены официально, это можно пройти, даже сейчас с ногами пройти и прочитать на их стенах. Рождественский монастырь на Рождественке построен матерью Владимира Храброго в честь победы в Куликовской битве. Воздвиженский монастырь. Там где-то указано, что он в честь? На стенке висит табличка, построена матерью Владимира Храброго в честь Куликовской битвы. Перепроверю. Вот. И все слушатели могут перепроверить. Снесенный в Кремле Вознесенский монастырь, построенный женой Дмитрия Донского в честь победы в Куликовской битве. Все они были построены буквально в конце 14 века, сразу после Куликовской битвы. Вы представляете, если на всю Францию у нас порядка 50 монастырей на всю Францию, то в Москве только после Куликовской битвы было построено 40 монастырей. Все они были построены как мемориал Куликовской битвы. Для кого они были построены? Для вдов, сирот, увечных воинов, которых надо было выражать современным языком, посадить на пенсион. То есть обеспечить за то, что они или их кормильцы погибли во время Куликовской битвы. Андрей Зиновьевич, ну тогда уж давайте конкретизируем. Куда москвичам нужно пойти, чтобы убедиться в том, что Куликовская битва проходила на территории Москвы? Места перечислите, пожалуйста. Я сейчас точно скажу, где они могут найти таблички, на которых упомянуто, что это в честь Куликовской битвы. Значит, метро «Китай-город» – церковь всех святых на кулишках. На ее стене висит мемориальная табличка, что это было построено в честь героев Куликовской битвы. Церковь. А Рождественский монастырь, улица Рождественка, на стене этого монастыря висит табличка, что данный монастырь был построен в честь победы в Куликовской битве. Новосимонов монастырь – это метро «Автозаводская». Там стоит маленькая церквушка Спаса, в которой могилы ослябия Пересвета. Андроников монастырь – это метро у нас пролетарское, по-моему. Можно туда подойти, там на стене Андрониковского монастыря написано, что здесь было самое большое захоронение героев Куликовской битвы. То есть это в нынешнее время все эти мемориальные таблички существуют. Их никто не снимал. Кстати, по этому вопросу мы пообщались с заместителем директора по научной работе Государственного, военно-исторического и природного музея-заповедника Куликова поля Андреем Наумовым. Вот что он говорит. Домотаться можно и до фонарного столба. Любое событие можно подвергнуть ракизму и, соответственно, сказать, доказать как дважды два, что его не было. Но от этого история не перестает оставаться. Но вот любят у нас Куликовскую битву говорить, что была она не там, и была она не тогда, и была она вообще не в том месте, и вообще ее не было. Но спасибо ребятам. Нам очень рады всегда всем новым-новым вертелям связанным с Куликовской битвой. Поэтому еще больше народ приехать к нам на Куликовом поле, чтобы и в свою очередь призвать, что Куликовская битва была и была она на Куликовом поле. Андрей Зинович, а вам знакома такая история о том, что хан Мамай якобы на территории Волгоградской области современной, так где-то, потерял двух золотых коней? Слышали когда-нибудь? Ну, говорят о том, что хан Мамай утопил в Дану золотой обоз. В том Дану, под Тулой, я говорю, который можно вброд перейти. Ну, якобы говорят, что на территории Волгоградской области где-то утерян. Значит, на территории Волгоградской области, дело в том, что это, учитывая то, что приписывают, что хан Мамай сидел в сарае, то есть в столице Золотой Орды какое-то время. Да, да, да. Столица-то это где находилась? На Волге. На Волге. Да. И то есть они оттуда пришли в Москву? Нет, они пришли из Крыма в Москву. Потому что Мамай шел как князь крымский. Он шел с этим... И недаром в его войске были генуэзские рыцари и генуэзские арбалетчики. Потому что он в Кафе и в Судаке набирал наемников генуэзских в Крыму. Я что-то такое читал, но эта версия мне не кажется правдоподобной по одной простой причине, мне кажется, что генуэзские рыцари легко разбили бы русское войско. Дело в том... Ну, при помощи арбалетов, потому что у нас такого оружия просто не было. Дело в том, что это еще одна загадка Куликовской битвы. Генуэзские наемники не выпустили ни одной стрелы и не сделали ни одного шага во время Куликовской битвы. Они встали в плотное каре и простояли всю битву в плотном каре. И это не конец этой загадки. Конец этой загадки еще более интересной. Войско Донского не выпустило ни одной стрелы в сторону генуэзского ополчения. Генуэзских наемников. Не наскакал ни один казак на них. Андрей Зинович, не плодите загадки. То есть кто-то как-то договорился с генуэзскими наемниками, что они участвовать в битве не будут. Обещая им и гарантируя им неприкосновенность. Какие есть версии по поводу этого кого-то? Я думаю, это Сергий Радонежский именно со своими воинами-монахами. Кстати, имама это зарезали потом в кафе генуэзса, когда он убежал. Андрей Зинович, ну если все так легко, то почему мы так много лет находились под властью Орды? Это, понимаете, это еще, я думаю, еще одна легенда, которую нам старательно-старательно навязали. Навязали нам со многими вытекающими последствиями о том, что мы рабы, о том, что нас 300 лет мучили монголы, о том, что мы... И так далее, и так далее, и так далее. Мы все это знаем, это расхожие уже... Это исторический факт, разве это не так? 300 лет мы платили дань. Да-да, я об этом и говорю. Вот все, не иго. 300 лет мы платили дань. Не всегда мы платили дань, иногда мы не платили дань. А очень интересно, кто-нибудь когда-нибудь задумывался, какую дань мы платили эти 300 лет? Мы платили десятину. 10% от хабара, то есть от имущества, и 10% от подушина, мальчиков 10%. Не кажется ли вам, что это обыкновенный воинский сбор? 10%. У нас сейчас подоходный налог 13%. Мы 10% платили со всего, что у нас было на содержание войска, и 10% мальчиков отдавали по мобилизации в сказку. Не только в скотину угоняли, разоряли дворы. А кто написал, что кто-то где-то кого-то угонял? Откуда у нас, извините, дети-то рождались? Из воздуха делались. Девочек у нас угоняли, мальчиков у нас убивали. А, извините, княжество пухли, пухли и пухли все эти 300 лет. Мало того, в той же самой Орде указом Батыя было запрещено притеснять православных священников. Кто-нибудь помнит об этом? Нет. Кто-нибудь помнит о том, что первая мечеть появилась в 1471 году в Крыму? Какие мусульмане с нами воевали? Объясните мне, пожалуйста. Так вот, ордынцы были нестарианцы, то есть христиане. И воевали они... Это что-то вы сейчас говорите, нечто фантастическое. А что, возьмите все гравюры, все эти, и на них нарисовано войско Мамая под знаменами спаса нерукотворного. Ничего себе. А о чем вы говорите сейчас? На что посмотреть нужно? Все гравюры, во всех книжках, в том же самом сказании о Мамаевом побоище, в Возодонщине, посмотрите иконы, на которых Мамаево побоище изображено. На них везде войско Камамая ровно такое же, как войско Дмитрия Донского. Под теми же самыми хоругвиями, под теми же самыми знаменами, под тем же самым спасом нерукотворным и так далее. Андрей Синельников. Геолог, писатель, историк масонства, исследователь исторических загадок. Спасибо вам большое за разговор. С господином Синельниковым мы обсуждали Куликовскую битву. На Медне буквально исполнилось 635 лет с момента этого события. Сейчас уже ходит множество слухов о том, что события этого не было. Но, господин Синельников, давайте подытожим. Куликовская битва была. Просто все переврано. Битва была. Она была как одна из величайших век в истории человечества. Подчеркиваю, не Руси, а человечества. Она ознаменовала вход в совершенно новую формацию, не просто экономическую, а общественно-политическую, экономическую. После нее совершенно по-другому начала развиваться история человечества всего. И мы в этой битве, в общем-то, сыграли ведущую роль. Мы выслушали многих экспертов. Все версии разнятся. Но одно можно сказать точно. Полной правды по этому вопросу мы, наверное, все-таки уже не узнаем никогда. Да, Андрей Зиновьевич? Да, наверное, так. Но одна маленькая деталь. Неизвестно кто, неизвестно когда, но с благосновения Алексия Второго поставил памятник Дмитрию Донскому напротив исторической библиотеки в Москве. И он стоит и смотрит на Куликово поле. Ну что ж, ладно, спасибо большое. Меня зовут Иван Панкин. Это «Комсомольская правда. Темные истории». Продолжение следует...